Кстати, должны были мне изображения начекать еще. У тебя мой адаптер. Так. Начекай мне изображения. Сейчас. Начекаю. Ребят, по звуку еще раз подскажите. Все, Тафос Лэм. Все, класс. Зашибись. Сейчас я прочекаю. Пусть тебя зайдет в игру. И вот, вот. Все. Как? Все с тебя отлично видно. Давай, показывай нам, наконец. Убери, пожалуйста, NetGraph. Возможно, у тебя вертикальная синхронизация со вчера. Вот ты шпилил там, пытался шпилили. У меня что-то... С мышкой? Да нет, с мышкой вроде все в порядке. У меня что-то с игрой внутри игры. Ладно, ладно. Я пока себя попоказываю. Но жду твоего возвращения. У меня, кстати, вот подлагивает Кеннис. Кстати, единственный игрок на карте. Итак, ребята, атака Вери Геймс. Зачем, защита Вери Геймс в атаке Анексис. Ну, не путайте. Это сорс состав. Это не те самые и привычные для нас Анексис. Сейчас Слэмчик донастроит себе ноут. И мы уже вместе будем комментировать эту игру. Итак, карта Инферно. Здесь рулит защитой. Но кто его знает, что сегодня Нипы в атаке просто вырвали там в мясо. У Маус? Какой еще это был, кстати? Маус не прошли, да? И сейчас идет к тому, что поляки с Нипами будут играть в полуфинале. Я не знаю, в чем у меня здесь дело, но... Это какой-то вообще карнавал праздника жизни. Друзья, кто знает, как убрать, как сменить камеру, потому что я застрял в чуваке на Гоу ТВ. Ладно, я тебя потом... Сейчас, сейчас, подожди, подожди. Может, сейчас все попустят тебя. Не переживай. Тем временем Вери Геймс берут раунд. Но тут, мне кажется, будет вообще очень жесткий счет. Вот Аля 16-5, 16-6. Пользуй Вери Геймс. После матча с поляками я вообще думаю, что эти пацаны, конечно, в группе... Наверное, никого не ощутят. Ну и... Да, последний вот сейчас в настроечке сделает слэм у себя на ноуте. Мужики, я не знаю, что-то такого. Никогда такое не видел. Я тоже первый раз такое вижу. Я не знаю, что делать. Попробуй менять вид камеры. Не, я просто сделаю жестче. Передойдешь. Давай. Я пока покомментирую. Итак, ребят, смотрим экран у Анексис. У них пока что тут 4 дигла и... Причем 1 глок. Ну а мы пока смотрим, что же они сделают. Пока развод под бетом. Был сейчас один игрок. МСЛ находился под бетом. Давайте глянем, что он делает. Разводит, да, Демид. Разводит, показывает, что мы тут. Ну а на самом-то деле вся его команда. Вот ковры. Мидл уже выходится. Дом выходится. В общем-то, выход на А. Причем еще МСЛ на бет с дигла минусует экзистенса. И дальше прет. Вот палится. Будет стяжка по-любому. Да, 2 игрока на плейте. Нужно сейчас заходить. Ну что ж так тупим долго? Ну Смитсу минус. Делает свой. Хорошо. Атака стоит. Ну что ж вы тут стоите, ребят? Могли сейчас хорошо подзайти. На самом-то деле стяжка на Б пошла. Туда уже второй игрок стянулся. Ну развели. Сейчас по таймингу очень хорошо выдерживает паузу. Кенни возвращается. Но он все равно близко на хелпе. Здесь один будет вот ННН, так буду называть этого парня. На Лингтон отлично такой у него никнейм. Вот он дает минус. Ставит хэдшот МСЛ. Пошел дальше. Еще хэдшот. Ой, минус 3. Какой жесткий пацан. Слэмчик. Это МП-7, да, вот если не ошибаюсь, у него в руках? Смитс 250. Такой пулемет такой у него. Так, вот этот. Да, вроде бы да. Вроде бы да. Но его тоже берут часто. Вообще дробовик вот частая тема на самом-то деле. Да, да, да. Я захожу в Steam. Все заново делаю. Так, а что тут? 2-0. Я, кстати, только, ну, уже понял реально, прикинь, вот эко-раунд, какой у SK на Инферно и на карте... У SK или у Нипов? Даст 2, у Нипов, да. Я их сегодня фнатиками называл, SK называл, каких только не называл. Они на эко берут один этот дедушкин шотган и ставят гитрайта на закрытую точку. То есть либо это даст Б в защите, либо это Инферно Б в защите Банан. И уже раза 3, наверное, этот раунд, получается, видел эко от Нипов. Это красиво. Они рассчитывают на этот шотган, то есть они рассчитывают на шотган? Ну, конечно, да. Да, обязательно. Почему бы... Нет, нет, здесь шотган вообще актуальная тема. Надо, надо с него стрелять. Это просто необходимо. Натан это NBK пишет. Да, Натан, Натан это NBK. Вот Смитс это Смитс, а Натан NBK. У него тоже фамилия Смит, короче. Ну, это очень известный в Сурсе игрок, как бы. Да, да, да. Что-то вроде Маркелова, как бы, только вот в Сурсе. Ну что, выход на Б, смотрим. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как... Тут тяжело сейчас Экзистенс, вообще тяжело в Регеймс, но, в принципе, сейчас можно попробовать протащить еще одну флэш. NBK умирает. И посмотрите, на экораунде заходят неплохо. Сейчас ставится плент за Фонтаном. Ну, сейчас Смитс может разыграть неплохо. Если они ломятся в церкви... А, да, там в церкви Кеннис все нормально будет. Они должны выбивать эту бомбу. Как бы, здесь ничего сложного. Ну, вот Кенни дает минус, давай за ним, наверное, посмотрим. Ого. На выходе Масел подловил неплохо. Вот, перестрелка со вторым. Флэш и... Ну... С Глок вообще минус. Вообще на морозе невнимательно сыграл. Там сейчас Смит выходил, не посмотрел. Б3 просто... Каджунт разобрал. Каджунт, кстати, тоже. Я его вижу не первый раз. Он в том году на СВЦ также отжигал в Сурсе. Я же в том году еще успел и Саурс откомментировать весь, который был. Но там в ВГ взяли первое место. Как бы... Сильные. Сильные. Слабыч, как там у тебя с ноутбуком? Да у меня вообще что-то тут. Все. Вот. Я не... Ну... Я не понимаю. Ты, ладно, пока, давай, не отвлекайся. Пока на матч. Проверь там всякие вертикальные синхронизации. Все свои настройки. Да нет, тут просто в стиме проблема. А, ну, окей, давай смотреть. Тут, кстати, уже, смотри, под домом ковры. Дефолт. Играют Анеаксис. Двое под Б, причем, со старту разводят. Там сейчас вот прикольно. Как они разыгрывают люльку, мне интересно. Давай посмотрим второй мид. То есть, мне интересно. Там будет пропрыг парня. Да-да-да-да-да-да. Есть люлька. Да, чекают Тёмку. Там еще Тёмку должны могли с ковров прошить. Но тип в коврах не палился, чтобы, если что, упор занять. Бесшумно. Ну, вот, смотри, давай по всем быстренько пройдемся. Игрокам атаки. Кажун. Кажун. Кажун ковры. Я думал, это Каспер. Каспер. Ну да, знаешь, у него там Касперуха и все такое. Каспругах. Каспругах вот он миддл пытается выйти. Уже дом выходит. Нилли. Левт. МСЛ под Б. И Пимс. Пимсап тоже идет под миддл. Нет, вылезает интересное сообщение. КСГО не отвечает. Все, выход на наэкзистенс, в принципе, недалеко. В Хилпе такой традиционный будет сейчас розыгрыш на Апленте. Но единственная проблема, что у Веригеймс Экораунд где-то он тут засел на дереве. Тут меня, короче, слушай, это у меня дота восстала. Как тебе пацан тут, а? В кустах. А, нормальная здесь подсадка. Она делается тоже с флешечкой, вроде, если я не ошибаюсь. Вот на этот куст. Там еще чуть поближе можно сесть. Ну, подсадки с флешками. Конечно, мы вчера их обсуждали активно со Слэмом. Ну, ладно, потом про них расскажем. Веригеймс принимают. Посмотри, какой-то раунд получается. Два в два. Ну что, Смит, Зас, минус нет. НБК один за Б летит. Он смотрит Б. Молотов пошел в бой. В плент, в молот. Но никого не поджег. Каджун прозобрался. Два-два, и аннекс отыгрываются. Слушай, сегодня в Веригеймс такие сосиски делали с Нео на двери, когда поляки пытались атаковать. А поляки уже не вышли с группы, да? У них две победы, одно поражение. Чего они не вышли? Вышли? Ну, сейчас вот они вот параллельно там жахнут свою третью победу. Ну, что такое? Ну, почему? За что мне? Удали конфиг просто. Удали просто его из папки. Удали конфиг, и у тебя будет все хорошо. Я думаю, у тебя что-то с конфигом. Ты, видимо, вчера пересматривал все настройки, и себе какой-то фофф вылупил сумасшедший. Либо это... Ну, я думаю, что да. Так, ребят, давайте смотреть за продолжением. Здесь пуш агрессивный. Эко-раунд сейчас от Веригеймс. Они пытаются вот на ноль задавить. Есть минус, есть в Темке. Ну, она уже не Темка, но все-таки в бывшей Темке забрали. МСЛ минус. Ой, тут уже хорошо подразобрались. Эко принимается вроде бы 3 в 2. В большинстве атака. Кенни и Экзистенс остаются вдвоем. Там был игрок на банане. Вот подлагивает почему-то именно Кенни. Вот он в начале банана. Тут пытается драться. Что ж ты лагаешь? Так, а, Кенни? Ну, это вот Глюкс Сорс ТВ. Еще в Сорс ТВ такая тема была. Такой лаг. Ну, это вот опять же. Но только он вышел, этот Гоу ТВ. Буквально там сколько? Неделю назад, да? Ну, да, да. Я думаю, так. Подожди, пока челла убьют, и будет все норм. Спасибо, Рон, большое. Сейчас перезайду обратно в CSGO. Надеюсь, что челла убьют просто. Потому что, представляете, 15 раундов будет сэйвиться, чувак. Я буду в это во все втыкать. Не, ну что. В принципе, пока очень интересная игра. Именно вот у Сорс игроков против Варигейм сейчас получается игра. А Нексис неплохо действует и выигрывает за атаку на Инферно. В принципе, такое довольно неожиданное начало, можно сказать, пока что. ESC обыграли Анексис, кстати, на этой карте с отсчетом 16-12. Поляки обыграли FM-Токсик на Нюке с отсчетом 16-9. И мы видели, как поляки проиграли Варигейм с 16-2. О, огонь вообще. Чувака взорвало, и у меня все хорошо. Ну, ты удалил конфиг? Нет. Просто, ну, мне же написали, что... Друзья, если у вас лагает в Гоу ТВ, и вы зависаете в голове какого-нибудь человека, то вам просто нужно подождать, когда его убьют, и все будет хорошо. Решили. Бак целый просто. Все, возвращай туда твой экран. Давай, ты уже хорошо тут натренировался. Попоказывай нам все, слаймчик. Да, получше. Плакающий existence. Ну, сейчас посмотрим. Так, что, второй мид. И выход на дугу там сейчас будет агрессивный. Перестрелка. У меня какие-то лаги, кстати, опять же, вообще у всех практически. Нет, там вот, знаешь, у отдельных игроков... У меня что-то вообще фантастическое. Переключи на себя пока. Да, пока переключу на себя. Итак, друзья, дефолт раунд Татанексис. 3 плюс 2 в защите играют Вригеймс. Причем очень агрессивно там действуют пока что парни на банане. Они пытаются его просматривать. Вот сейчас только existence отходит. Здесь, кстати, флешку у ребят сели. Ну, и existence, и NBK здесь пытаются. Где вдвоем играть? И, в принципе, катухи. Existence по таймингу пора было уже, наверное, свалить. Но нет инфы просто. В Вригеймс никакой о том... О, он сваливает, потому что действительно нет инфы. А по сути на NBK сейчас будет выход всей команды. Выход-то идет, да. Все, гранаты уже на фонтане, уже залетают. NBK до сих пор слепой. Он уходит под 90. Просто, ну... Ой-ой-ой, existence на респе. Ну, вот там еще и задымили. Все. Можно, в принципе, он забирать. Вот смотри, там какой идет прострел от NBK. Сразу же он слава в церкви. Я видел, видел, да-да-да. Да-да-да. Здесь все простреливается. Угол под катухами, да, вот этот шьется? Да-да-да-да. Там шьется угол, вход. Можно даже зашивать на входящих игроков на флант. Просто эффективнее давать флешку, чтобы чел с плента выходил, убивал. Вот она, флешечка пошла через верх от NBK. И они занимают упор. Будет выбивание. Оно линейное. Existence минус дает. Сплитом в этот момент заходят с хелпы два игрока. Ох, флеш ослепило, по-моему. Не знаю, кто давал. Но слепые тут все из Виргеймс. Два игрока еще живы. Ну что, Касперен, что так назовем, этого парня раздаст или нет? А ну, давай. Давай, Каспругах. Нет, не раздает. Успели? Он лещит. Ох, е. Бабахнуло. Так, и я опять не понимаю. Я только что сказал. Только гоу. Только гоу. 2-4. Два раунда преимущества у Annex. Ну что? Не, Annex смогут поломать на самом-то деле в новая дисциплина. То есть, несмотря на то, что два сурс-коллектива со знакомыми друг другу игроками, у Annex все равно шансы есть сломать Виргеймс. Потому что игра другая. Игра другая, но новая. Вот, как говорят вообще, вот игроки в 1.6. Типа у сурсеров преимущество только в начале. Ты апдейт рейд помнишь? Поменял на 16. Да, кстати. Ты просто не поменял апдейт рейд на 16. Вот тебе и лагает. Да, да, да. Включаю тебя. Отлично. Ну что ж. Что здесь у нас происходит? Да, еще на СНК. Давай напомним всем. Вот, ребят, если вы смотрите через GoTV, просто поменяйте апдейт рейд на 16. Это было написано на сайте HALTIWORK. Потому что так оно пока еще лагается. Апдейт рейдом 16 не лагает. Тут сейчас будет, по-моему, высадка 20. Нет, бомба на втором медле осталась. Он все равно будет выходить, занимает 20-ку. Сейчас игроки атаки. Вот он. Пошел Ниле первый. Пострелялся. Смит сбривает Каджумба тем временем. Ну, ключевой парень погибает у Анексис. Надо с коврами что-то здесь делать Анексисом. Ну, вот будет здесь Ниле, по-моему, до последнего пилить. Дождется даже, наверное, хелпы. Хотя не дождался. Как мне понравился этот Кеннис парень. Он так... Да, Кеннис очень жесткий. Он еще на DreamHack Valencia отжигал. Его там все комьюнити просто... Боже мой! Это новый Маркелов. Слушай, ну я считаю, что они со Смитсом выиграли всю защиту против... Да нет, вся команда отыграла. Именно вся команда в Виригеймсу жестко. Насунешься, разбивают лица. Два ВП в защите на нюке. Такого вообще редко только Фокс такой мог себе с М5 позволить. Ну да. Смотри, Пим с атакой 15, проход и минус Кеннис есть. ВП забрали, 3 в 4, шанс есть, проход. Но это сплит Б должен быть здесь в любом случае. Как бы да, два игрока, вот они под Б подошли. Но они против двух стоят как бы на точке. И это будет интересно. НБК, первый чек и Фомас. Не сработал, но хаят стенки дал. Вот он пошел, Фомас от НБК. С разменом играет на Касперуху. Ставится пакет. Там пытается нагреть с церкви existence. Но будет дожидаться все-таки тиммейтов. Правильное, кстати, действие. Вот очень сдержанно играет. Играет, но все равно ошибку совершил. Невнимательно разыграл пиксель. Открылся на Пимпса. И теперь 2 в 2. Ну все в руках Анексис. Вот смотри-ка, НБК не спас как ситуацию. Хотя мог запереть второго. Сейчас смотрим, еще Смит запрыгивает на Касперуху. Минус. И пошел десант. Хорош, вообще. Красиво разыграли. Просто народ требует динамику выключить. Ну очень. Я выключил. Выключил, да? Да, конечно. Я еще сейчас прицельчик всем настрою, чтобы все могли наслаждаться. Да, как бы. Потому что все-таки те прицелы, которые есть в Гоу. Там вот эти вот Звездные войны. Да, Звездные войны, лазеры и все прочее. Классический он привычнее. Хотя пробовать разные прицелы тоже стоит. Потому что действительно можно смотреть, как ведет себя разброс. Как действует у него прицел. Потом уже играть с классическим. Ну так, чисто побаловаться. Чисто побаловаться. У Атаки респ интересный. Ну, ребята, кто пишет, что вот смотрю стрим, очень хочется поиграть в Call of Duty. Такая же вообще разная игра. Я как фанат просто всех версий Call of Duty, переигравшей во все Call of Duty, которая существует. Оп, дуга. Флешки накрыл. Все, там сейчас пойдет просто. Тут 3B. Тут 3B. Да, да, да. Там два разводят, один третий остается. Ну, всем известная схема, в принципе, в плане стратеги. Когда два выходят, открываются, один на райте. Даже если кто-то дохнет, всегда будет тип скафеля, который разменяет. Слушай, а как вот сюда на балкон? Его-то подсаживают или он сам пропрыгивает? Не-не-не, на балкон ты пропрыгиваешь сам всегда. Ты проходишь вот на сено. На сено, и сено, да, залетаешь? Да, ты с сено туда залетаешь. Ну, там типа это делать надо вообще всегда, то есть. Сегодня я просто смеялся, знаешь, как Нео и пацаны там пытались постоянно на этот бак запрыгнуть. Ну, скала, которая на нюке с крышей. Причем у них не получалось там с третьей попытки. Ну, они вроде как запрыгивали. Там, ты знаешь, казнь для игроков 1 из 6. Слушай, Жужик, он теперь и здесь. Смотрите. Слышишь? Да не, нормально все Жужиком. Смотри, пошел выход 15, тут флеш и яркий прием от Экзистанса. Смид за Аркадий в этот момент с бэй будет поджимать. В принципе, он не один вместе с тиммейтом. Да, вдвоем они мид запирают, просто казнят Пимса и все. В атаке выхода нет. Еще Кеннис пришел, что приобран нагреет Сайвика, но там РПК разошелся, разбушевался, забрал всех. Бомба встала, но шансов нет, если Каджум сейчас вот минус 3 не даст. Слушай, я, знаешь, сейчас смотрю и понимаю, что поляки именно реально ошиблись выбором карты. Они бы могли, по-моему, на Инферно вот очень хорошо сыграть с Вери Геймс. Водмолотов как сейчас разыгрывал Каджум, и великолепные действия от Вери Геймс. Водмолотов четко разыграли с двух сторон, зажарили Каджум, забрали Каспругаха в планете, и это круто. 3-5, 3-5 друзьям, ну, будут ВГ набирать. Не, ну посмотри, вот стиль игры-то, да, отличается все-таки у сурсеров немножко. Ну вот я вижу, что они играют, знаешь, они знают, как кто играет. Вот против там 1.6 команд, они 100% там делали что-то другое. Вот знаешь, не было такого напряжения интересного. Я одним глазом слежу за чатом, и здесь сурсеры пишут, что если вы думаете, что перейти с сурса на гол так легко и легче, вы ошибаетесь, пишут многие. Ну да, но там есть небольшое преимущество в начале все равно. То есть это очень похожие игры. Отличие действительно с КС 1.6 реально отличаются. Ну что, смотрим за продолжением. У нас, по-моему, намечается суперматч, и Анексис выигрывает пока что у Вери Геймса со счетом 5-3. Ой-ой-ой-ой-ой, НБК, привет и здравствуйте. Сейчас Смит с дуги нагреет, там еще... А, так вдвоем. Это твой экран был. Просто он здесь вот такой хатшот второй поставил через колонну, понял? Еще двоих... Что он делает вообще? Что с этим... Чехует. Чехует чувак. Эйс. Да. Ну по красоте на MVP-шку пошел. Вообще там по MVP что, НБК, ну это понятно, 3. Одна звезда Смитс, у Анексис 2. Каспруга, ХМСЛ 2 тоже, вау. Каджон подогревает. Вот фигово то, что аватарки не пригружаются. Еще бы аватарки были. Ну я думаю, что аватарки пригружаются, когда они у тебя в друзьях. Нужно подобавлять в друзья. Я думаю, они будут... Ну да. Я уверен, что если не во френдах, вот будешь стримить в Virtus.pro, у тебя там вся команда будет смотреть на тебя и мигать. Ну что, банан, оружие, аркада от Анексис походу. И такие лаги, но вот Гул ТВ пролагало, но как видим все нормально закончилось. В итоге РПК. В итоге одна флешка через верх и положили весь банан. Агрессивный выход. В итоге 5-5. Все, начинается у Анексис сейчас потихонечку терпение лопать. Вот сейчас раунды будут играться прямо крайне для них важные. И они будут такие разрушающие внутреннюю обстановку. Как бы вот сейчас начинается все с деглов вообще на ЭКО за атаку. Ну неплохо. Может быть сейчас постреляются. Ну кстати, ребят, по поводу гравитации гранат. Здесь тоже их тоже меняют. А, кстати, ребят, ребят, хотел сказать. Вот вчера посмотрел интервью, которое Ксео, товарищ такой есть в Na'Vi Gaming. Я говорил тоже сегодня про интервью. Ну давай, давай, давай. Он взял это интервью разработчика CSGO. Я прошу просто всех посмотреть его. То есть, ну, кто реально не понимает, что к чему. Вот там есть ответы на многие вопросы, как бы, да. И в том числе, самый главный, как бы, да, был вопрос. Какая будет игра? Так вот, разработчики говорят, что они не знают, какая будет игра. Потому что все, что от них зависело, они сделали. И теперь дело за сообществом. Так что, по-моему, пора помочь, Валь. Вот. Ох, тут MSL хороший хэдшот. С дегла поставил пока что на B. Он остается один. Ну, там, смотри, был проход нормальный. Нормальная флешечка. Хорош, ушел. Интересно. Отдропал. Сюда упало, чтобы, видимо, его не догнали с церкви. Тут еще можно в церкви вот здесь прыгать и чекать проходящих. Ну, я пока смотрю за MSL, но бананин двое выходит на него. Тут дали минус. Ты видишь, посмотри, на бета все равно не остается один чувак. Как бы, да, он всегда стоит с хэлпы. Вообще всегда. То есть он даже там не стоит в планке, а не слушает дугу. А там просто был на банане. А, ну сейчас да. В данном случае да. Как бы, да, очень-очень сыграл безопасно. 6-5. Варигеймс выигрывает в этом матче. Походу, французская команда действительно очень серьезно подошла к ESVC. И все-таки играя дома. Датская тоже произошла, подошла, подошла очень серьезно. Не, ну я думаю, что варигеймс они хотят выиграть. Это единственный шанс, возможно, выиграть будет ESVC по голу. Ну да. Ну на этом чемпионате, друзья, я считаю, что вот это пробный действительно чемпионат для нас, для всех. Ну просто смотрим, смотрим, смотрим. Потому что нет там Копенгангельских волков, которые могут удивлять. Да, нет там шведских команд, которые образовались. Там вот сейчас абсолют легендс и будет команда с Питой и стальными братанами. Прикольно, что такая организация, ККЛ, зашла в рынок CSGO. Да много, много турниров будет. В следующем году будет просто немерено. Я думаю, что... Я думаю, что нам надо по второму языку купить. Я думаю, что в следующем году будет, ну, я думаю, больше миллиона призовых на CSGO. Там на различных турнирах, вот, нам постоянно цифры 2010 года говорят, больше миллиона призовых. Как бы два, как бы три не было вообще, если не больше по CSGO разыграно в следующем году. Опачки! И плент... Нет, не открыл. Плент, Смитц, ой-ой-ой, пески плюс плент. Перекрестный огонь, прием двадцатки. Крайне жесткий. А Nexia что-то поспешили выйти на двадцать. Как-то они даже ничего не бросили. Просто взяли и побежали. В итоге отдали там все свои девайсы. Два раунда. Что-то... Что-то тотально вот непонятное вытворяют эти парни. Ну что, пока 7-5 за Вэри Геймс. И, в принципе, наверное, французы сейчас заберут третью победу. Я пока вот одним глазом сейчас зайду на HLTV.org. Еще раз посмотрю на таблицы. Еще раз посмотрю, что у нас там по будущим матчам. Ну, а у нас здесь пока что товарищ Кеннис на центре. Будет разыгрывать СВП. Там пошел выход ребра. Кеннис, что, Пайс? Твой звездный час. Ой-ой-ой, Пим запушил. Двадцать закрыл RPK. Пакет упал. Двадцатка. Но атака пытается пройти. Посмотрите на респаун. Они сейчас будут... Да, вот все. Пошел разворот. Флэшка двадцать. И пошел к бомбе. Быстренько отошел от флэш. Понимает, что на меде тоже может кто-то быть. Но дом слегка спасает. Но вот с двадцати никак упертый RPK не отошел. Ну, неудивительно. Надо было сигарету еще тогда, что ли. Плэнт весь сразу убивать и сгонять парня в угол. Не загнали. В итоге бомбу подарили. А остался товарищ МСЛ с ВП. Вот у меня почему-то мало надежды на него. Вот потому что... Нет, RPK сколько он там уже сделал? У него там уже третий MVP. Влетает, как бы. Славыч, я пока подумал, что лучше пока с меня все-таки показывать. Звук же у меня пока здесь накинут. На этом ноуте. Хорошо. Да, поэтому все-таки... Давайте тогда посмотрим. Слушай, твои прогнозы все-таки. Вот сегодня полуфинал. И, скорее всего, поляки будут играть с НИПами. И мы будем с тобой смотреть этот полуфинал. Ну, я думаю, там будет интересный расклад. Да нет, в любом случае это будет весело. Кто бы не выиграл, не проиграл все равно. BO3 супер за робот. То, что Вэри Кеймс разорвут в клочья американцев, ну, тут даже не обговаривается. Там будет каких-то... Там 16-16, по-моему, разрыв вообще. Хотя, кто его знает. Так, что там придет, придумает Ария 51. Сейчас мы посмотрим. Ладно, да. Смотрим. Анексис готовит выход на Аплент. У них есть девайсы. Уже там готовится раскидка. Давайте глянем. Мидл. Ого. Тут сейчас, по-моему, будет... Четыре в Мидл будут заходить? Один на Банане раскидывают. Четыре перед Мидлом. Что задумали Анексис? Кстати, вот сейчас могут убить на Банане. Хорошо, что есть... Томит, 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 томит. Толпа уже проломилась. У Анексис, они все выходят. 15-4 человека. Идет перестрелка на зелени. И влетает Каск сразу же в Экзистенса. Отличная атака от Анексис. На два плента сразу. Три-четыре размены. Игра уже в преимуществе от точки. Ну, тут время уже решит. Тут ВГ будет сейчас... Хотя, не-не-не-не, смотри. Они вовремя, в принципе, подошли сейчас. Но ты видел, что они вообще делали? Они не угадали немножечко тайминг, раунд. Опа! И на Миде их, в принципе, закрыли. Они втроем выходили Банан и должны были пушить Банан до конца. Ну, посмотри, РПК будет бороться. Отстреливает Пимс, проходит двадцатку, один в три. Ну что, на мувик? На мувик будут мувики-демки прямо сейчас? Нет! Влетает стрюмая флешка, полетела вторая. То есть у них получается РПК и РБК? РПК, НБК и... Короче, не знаю. И лягушка. Вот. Такая вот веселая команда. Вот. Так, РПК, Смитс, НБК, это Натан. Я просто еще немножечко путаю и сорсеров, кто из них, кто сейчас, по никам. Ну да, да. Вот если кто-то смотрит сейчас чат, и ребята из сорса, можете нам подсказать, кто здесь кто все-таки. Да, чат Киберарен ТВ, группа в стиме, друзья, заходите. И чат ООН 3Д тоже, я смотрю. Да, и чат ООН 3Д тоже, мониторим потихонечку. Так. Ну что, вот 8-6, пора. Кстати, а у тебя... А, нет, вот, все нормально, и у меня, что и у тебя, да? И у меня, и у тебя, и у нас у всех это произошло. Спели просто, да? У нас, по-моему, пропал интернет. По-моему, нет. По-моему, не пропал. Не пропал? Нет, интернет не пропал. Вон, стрим-то идет, Вась. Да. Да, это хорошо. Это хорошо, интернет не пропал. Это, может, потому что я группу открыл на хелтворге, чтобы посмотреть. Вот, да, на ТАН это НБК. Да, да. Так, по-моему, на ESVC упал интернет. Там нет грувы на ESVC? Да, НБК и РПК, вот. Так, НИП, Ария 51. Мы сейчас третий. Что делаем, реконект или что, братан? Ну, я не знаю, что мы делаем. Вот есть этот СВ или как там, ЦЛ, ЦЛ, тайм-аут. Да, ЦЛ, тайм-аут, чтобы не выкинуло меня с хелтв. Я просто перезайду на гоу-тв-шечку сразу. Ну, давай, ты перезайдешь, а я пока с тайм-аутом повешу. Да, двумя способами попробуем. Там сейчас раз ESVC обрубило всем все и все. Нас забанили за то, что мы планировали. Не, ну, как я вот подходил к Вилату, говорю, Вилат, а ты что? Он говорит, я на Dailymotion стримлю. Он говорит, а что ты это делаешь? Я говорю, вчера что-то разрешили. Говорит, что нет, в Доте туда надо только стримить. Да, в Доте только туда. Но там Дота, знаешь, какая чемпионат мира, где одна команда приехала. Ну, я смотрел, мы смеялись с Вилатом. Говорит, я вчера вас весь день смотрел. Потому что, ну, в Доте у нас будет не так весело. Ну, что ж, такое вот тоже бывает. Это, походу, это, походу, пауза в игре, я думаю. Это либо пауза, либо... Да, это пауза. Свап, свап, свитч, свитч. Что такое? Найф, Найф. Да ладно. Ну что, Вэри Геймс, 86. Ждем продолжения этой зарубы. Почему пауза, мне тут интересно. Я просто не знаю, как работает GoTV еще, ты знаешь, конкретно. Какой дилей, допустим, на GoTV. Там где-то минут несколько стоит даже, я уверен. Не 90, как мы привыкли. Секунд. Да не, наверное, там стоит что-то размер. Секунд 90. Может, да, где-то 90 секунд есть. Ну, Никсон вроде как говорил, что... 120 все пишут, 120. 120? Ну вот, да, подсказывают, что 120. Это интересно. Вообще, конечно, GoTV это хорошо, да, но если у нас будут в следующий раз трансляции, например, на того же Starluder, лучше из спектаторов сидеть, потому что все то же самое. И прорисованы модельки, как бы анимации. Слушай, я заходил в спектаторы, но я видел, что у меня не две команды показывалось, но я заходил еще до патча. То есть, знаешь, я переключаюсь, видно только свою команду, вторая такая проходит, как в Fate to Black. Потом появляется. Опа! Ну что, понеслась. Да, это пауза. Это была пауза просто. Не было просто привычного нам геймпендинг. Да, наконец-то, гейммэдик закончился. Хоть что-то в Альф сделали! Оу, еэ, гайс! Минус геймпендинг, по которому мы скучали. Не, мы слишком долго занимались геймпендингом профессионально. Ага, вот пишут, что там пофиксили уже, и то есть спектаторов нормально смотреть. Смотри, 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 тут сейчас будет стяжечка на дугу, бомба пошла на второй, и... Экзистенс Кенни стянулся. Вот сейчас будет прикольно, вот если Кенни зачекает первый, хотя, знаешь... Нет, Экзистенс не пошел, не пошел, уходит в тупик аж прям, даже на ящик тупиковый. Дает флэш, неужели будет выход под флэш? Нет, он сам себе здесь раскидывает. А там стяжка обратная в мид, и будет уже прием за двадцатки. Все, выход на Экзистенса, смотрим, P3 жмет, троих видит и ничего не может сделать. Ну какой фейл от игрока защиты, ну что, с Митсей, РПК. Ну тут Каджун на дуге, сейчас их просто сострижет, по-моему. Даже не ощутит их. Да, словил флэшку, ждет сразу до контакта, замаскарада. Он его пытается прострелить, и оп, дальнего-то забирает, а ближний выживает. Ну что, РПК, давай, все в твоих руках, 8-7, а Nexis берут первую половину на один раунд. Преигрывают, Варигеймс берут первую половину. Да, Варигеймс, извиняюсь, но они превзошли Anexis на целый раунд. Не, Anexis жесткий, сейчас посмотрим, что будет в дефе, мне вот очень интересно, как бы, как они разыгрывают. Кстати, вот товарищ мистер Совик спрашивает, как прописывается название команд, флаги, это админ как-то магическим образом это прописывает? Нет, это все вписано там уже в GoTV конфигах, то есть вообще можно самому вписать, там есть такая команда, mp-team name 1, mp-team name 2, mp-team flag 1, mp-team flag 2, то есть там все флаги по какой-то ее скедировке, она находится вообще в Википедии. Нет, просто знаешь, я тоже пока еще немножечко не представляю, как проходит игра, вот начинается матч, то есть там выставляют название команды одной, второй, то есть как, это все равно админ должен следить именно на сервере. Не обязательно, не обязательно, там может стоять каунтер, там может стоять, короче, каунтер террористы, террористы, да, просто ты можешь сам вписать, а может админ на сервере вписать. Ну, так это вот что, я и спрашиваю, это вписывается именно чисто в GoTV, либо это в GoTV, либо это на сервере прописывается название команд? На сервере, на сервере в GoTV, скорее всего. Вообще команда, 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 команда там как прописано, короче, чтобы было доступно. Ты просто вступаешь в группы, например, да, Киберарена ТВ. На сервере админа. У тебя там есть админские права. Вот, на сервере админа. Мы по этим флагам, по темным. Да. А ты мне говоришь за CSGO сервера. Не, ну можно с CSGO сервера тоже, если вы состоите все в одной группе. Не, мы говорим за сервер, но мы не говорим не за... Все, короче, вторая половина. Есть GoTV конфиг, а есть конфиг сервера. Здесь почему-то счет сбросило, но я вот не знаю почему. И... The bot crashed. Ага, ну здесь вообще бот стоял. Так, мы помним, что 8-7. Ну ладно. Окей. Да, помним, что 8-7. Так будет рестарт или нет? Да, будет, наверное, сейчас восстанавливать счет. На GoTV это можно сделать. Да и вообще на сервере. Это тоже нетрудно. Вот видишь, тут есть уже ребята, которые разбираются в команде. И мы тоже, в принципе, подворвемся, разорвем, я думаю, все сервера там разберем их по запчасти. Мы все точно будем знать. Вообще, мне единственного, да, слэм, вот мне не нравится карта. Вот она отвратная. Извините меня, но что это за карта такая? Как вам вообще эта карта? Нормальная карта Inferno. Интервью с Вилатом сейчас будет, по-моему, в данный момент. Билат, как дела? С польским шарфиком. Болеешь за ЕСЦ? Болеешь за ЕСЦ. Это как они проиграли 16-2? Да что ж за лол-то вообще, Тафф? У меня опять эта штука, короче. Все, я не могу на это гол-ТВ. Опять мне нужно ждать, когда чувак умрет. Чтобы нормально... А где твоя пушка, братан? Где твоя пушка? Ты на психу похож, если честно. Я вижу глаза человека, но у него нет головы, у него просто глаза в воздухе. У тебя такие... Ага, это глаза? Да, это глаза и очки, понимаешь? Такой рак стоит. А, боже мой, просто. Как так? Вилат уже угорает. И гарнитура видишь тоже. Вилата не слышно. Зайдите на стрим сейчас по доте. Как там дела вообще? Как там Навина, чемпионате мира по компьютерным играм 2012 года? 68.3? Нормальный чемпионат мира для стран третьего мира плюс Украина. Как бы просто... У вас уже полуфиналы? Через час даже. Ну нормально, что. У нас тоже, кстати, полуфиналы будут, но попозже. Ладно, друзья. Вернемся в Counter-Strike. 8.7 после первой половины за Вэри Геймс. Они сейчас по идее будут атаковать. Да, да. Да, будут атаковать. Пошла пистолетком. Что происходит? Я смотрю на тебя. Да, опять ты смотришь на этот Call of Duty. Все, все. Давай, давай смотреть с моего экрана. Тут уже флеш. У тебя там все бледное. Что, под Б флеш словили, будет выход А. Это ковры. Там, наверное, сейчас что-то с колоколом будет. У Лексис 3Б. Вот, видишь, по Медуз-Митц. И там сейчас будут выходить 20 просто запирать. Колокол никто не звонил пока. Не звонил? Да. Было бы прикольно. Те, кто пропустили, ребята, вот здесь, конечно, можно стрелять вот в эту штуку, и она звенит на всю карту так, что ни хрена не слышно. Да, и просто проходите по коврам, вот как вот молодой человек у меня на экране делает. Вот так вот? Да. Смотри, как на семерке. Хороший прием. Это Нексис. Пошел выход. Пимпс. Отлично. Вот 2-1 есть, но разменная ситуация возникла, и ВГ все равно справились. Но тут опыт ВГ позволяет разыгрывать такой размен. На зеле не видели. Тут просто Нексис сыграли 3Б. Тут опыт неопыт, но сыграть 3Б в пистолетке без инфы там уже прошло 30 секунд. Нужно было стягивать игрока, либо пушить банан. Но ребята так и не решились. В центре играли не вплотную, не контролили центр, играли без инфы. Ну, в общем, если честно, очень бредовый пистолетный раунд от команды Нексис. Но, тем не менее, они могут его вытащить. Точнее, уже вытащили за счет стрельбы. Хороший размен, и, пожалуйста, 8-8. Но бомба стояла. Кстати, разнообразие у нас теперь побольше будет, да? Вот даже если ты проиграешь раунд за атаку пистолетный, но ставишь бомбу, тут просто, не знаю, теперь 15 извращенных способов запороть себе следующий раунд. Так что лучше сливайте с глоками. Да-да-да, один раунд легче слить, серьезно. Так, кто тебе посоветует нажать на прыжок, слэм? Да? Да. Опять? Э-э-э-э, да почему, за что? Нажал на прыжок, и чё? У тебя, наверное, либо фоу поменяно, не знаю. Да ничего у меня с фоу не поменяно, как бы. Все у меня нормально было, все у меня работало хорошо, прекрасно, прикольно, великолепно, лучше всех на свете. Атакуй. Ну это было вчера просто, да, все. Я, короче, не знаю, что с этим Голтовой делать. Ладно, я давай посмотрим. О, кирпич есть. Кирпич есть. Взял утенка. Каспругах. Кто петух называет, я кирпич называю. Кто-то уточка. Кто-то может назвать это как угодно, но в любом случае это очень ласковая пушка. Три банан у... Особенно, когда вы стоите на дуге в упоре, где-нибудь там на бревнах, и даете пять голов с нее. Ну, кстати, варигейс тоже понимает, что тут лучше играть с глоками. Тут еще прикол в том, что здесь двадцатку через дверь пытаются прострелить. Сейчас выйдут на двадцать, постреляются, да-да-да. Ой-ой-ой, тут прикалывается чувак вообще. Я хочу бэп посмотреть. Да, на эксис. Тут тоже. Смотри, раз кирпич, два кирпич. Что у другого парня вообще за девайс, я вообще не знаю. Бизон, бизон, бизон. Бизон. Бизон, как мпшечка в 1.6 вроде стоит должна. Но бизон он не мощный, то есть вот эту штуку покупать намного эффективнее, чем бизон. Кирпич просто рвет, посмотри. Кирпич просто разрывает, реально. Ну что, тут за ребрами парня осталось стоять. За бревнами, за ребрами. И сейчас он выйдет и съест. Голова-шот! Ну что, голова-шот сейчас будет по-датски. Опа! Мбк, мбк, мбк. Датский, датский сурс. 2D, ты видел? Да, такой, то есть. Тауэр сделали. Бот, ESVC, ком, GoTV, Next. И стил ее. Рекорд один стоп, страшно, может быть, поможет. Все, короче. Просто перезаходим на ультра-универсальное GoTV и ESVC. Не, они, конечно, только-только начали делать. Вообще, они хотят, видимо, собрать большой-большой фидбэк. Так что, друзья, все на форум Valve лудить, писать им, чтобы фиксили стрельбу. Тут ребята говорят, что вам бесит. Вас убил. Но это отключается вроде бы. Вас убил и повтор. Или бы нет. Можно это отключить как-то. Я просто не помню, как. Не запаривался так. Ну что, давай смотреть. Слушай, а на HLTV нет повторов? Будут добавлены. Короче, давай смотреть. Когда тебя убивают, ты смотришь повтор. Прикольно. Да, ты можешь посмотреть повтор. А вот если бы на HLTV можно было посмотреть повтор, было бы вообще замечательно. Можно это будет сделать. Они это сделают обязательно. Так, ну что, здесь у нас Smiths, один Duga. Ну, тут будут качать. И, возможно, даже стянуть. Два ковры, два middle. И просто здесь у нас фейк, так и назовем. Это фейк. Это фейк, Smiths раскидал. Да, раскидал. Просто они могут открыть сейчас 15-20 и не справиться с поставленной задачей. Придется уйти в любую сторону. Ну, смотри, раскидывают. Здесь уже парень флешоный один. Ух, тут вообще в упор. Посмотрите, как Pimbs смотрит. Да, 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 Pimbs очень жестко встал. И там RPK, RPK пошел. Да, все, видят через дым. ФАМАС, нет, RPK проломил 15. Кеннис минус MSL и в пленте. Касперионыш в пленте. Ну вот Касперионышу тут надо. Ой-ой-ой, зажим пошел. Первый есть. Второй падает. 20 выход. Экзистент сломает планы. Вместе вот с NBK разыграли вдвоем. А NBK еще и в больших песках. Ну, тут суперпозиции на самом деле. А что он боком бежит, а? Ну, я не знаю. Спроси, это сурсеры. Почему они боком бегают, я вообще без понятия. Смотри, я в шоке. Я в шоке. Смотри, он знает, что один в пленте, один в песках. Как будто у него одна нога левая, короче, правая. Что ж такое? Так, выход под флеш. Ой-ой, как он грамотно мансанулся с флешкой. Ну, Экзистент в пленте великолепен, невероятен и просто ставит банку. Ну, тут говорят, зажим в ноги. Ребят, здесь зажим, мы уже говорили, в два раза сильнее нужно опускать вниз. То есть, если в 1-6 вы в ноги опускали, то здесь зажим должен быть в два раза ниже ног. То есть, на таком же состоянии, как от головы. То есть, в два раза вам ниже надо опускать прицел, чтобы у вас пошел разброс. У меня продолжаются великолепные расклады. Слушай, да удали конфиг, я тебе говорю. Я просто даже не знаю. Просто удали конфиг и дефолт у тебя все будет хорошо. Сплит, по-моему, быстрый. Что-то готовят парни из Вери Геймс. Банан занимают контры уже. Тут уже от флешивания пошло. Нет, на ковры прошли. Простреливают нычку в доме. Кенни не дает поджать сейчас ковры. Тут ребята, кстати, фастом занимают дом. Все проверили. Холодильник, ничего там нету. Но это долгий холд. Это долгий холд под А будет и наработка контакта какая-то. То есть, тут не будут ломиться уж в любом случае. Давай по контрам пройдемся. А, они тут тоже, кстати, на семерке засели. Посмотри, под навесом. И сразу же тут раньше ящик стоял вот на месте. Как Кажун Дауна. Ну да. Ну просто Каджун у него, Ник. Просто Каджун, да. И вот Каджун так берет и врубает просто люльку спокойно. И сразу смотрит ковры на зилок полезет или нет. Банан оттягивается обратно в плен. По-прежнему втроем играет на точке А. Они просто поджали под яму. Поняли, что там холд ковры. И как бы там апартаменты идти смысла нет. Минус еще от Касперионыша. Вот здесь лак. Но Каджун тоже попал. По-моему, Касперионыш минус 2. Кенни минус. Ну все. Тут сейчас все пошло. Паджим с Б уже. Должен был идти. Понимаешь? Ковры, ковры, ковры. И падают ковры. Нет. Не упали ковры. Выходит игрок. Атаки, перестрелка. И вот НБК. Как чувствовал, что надо сделать? Слушай, у меня тут, кстати, теперь мозг, если честно, подвис. Если А.Нексис выиграет у Вери Геймс, это спутает все карты. Здесь будет решаться разница раундов. Для польской команды это печально. Потому что они 16-12 выиграли А.Нексис. Да ладно, поляки, я думаю, сейчас нормально. И проиграли в щи Вери Геймс 16-2. То есть, ну смотри, сейчас вот поляки выиграли свою игру. Сейчас выиграют Вери Геймс. Тут А.Нексис доведут все до ума. И по идее будет 3 команды по 9 очков. Вот такое может произойти. Вот это реально может произойти. Я сейчас еще проверю там результаты А.Нексис. Никому ли они там больше не проигрывали. По идее нет. А.Нексис выиграли у FM Toxic вчера. Все, УВГ пошел слив дуга. Тут сейчас будет MSL разбираться с движухой. Как бы да, там на дугу вот уже вломились игроки. А так втроем, в четвером. Ой, там MSL, Нилли хорош. Вот всех положили. С пистолета еще плюс 300 рубит по Кеннису. И 9.11. Два раунда преимущества А.Нексис. Не, ВГ сейчас соберутся. Сейчас соберутся и покажут вообще какую-то нормальную атаку. Ну смотри, у А.Нексис останется последняя игра в следующем туре против Infaculty. И в принципе все. Они ее выиграют. То есть, ну у них тоже не самая хорошая разница раундов. Им очень важно сейчас выиграть. Но и желательно с хорошим счетом. Кстати, поляки могут не выйти, если сейчас А.Нексис выиграют. Даже если у поляков будет 3 победы, они могут сейчас не выйти. Прикинь просто. Ты приезжаешь, выигрываешь 3 игры из 4 группы и не проходишь полуфина. Да бывает так, что команда, которая... Не, да не, нормально все будет, поляки, думаю, пройдут. Это не злок, это газок. Да, может быть это газ. Так, ну что, А.Нексис здесь начало интересное. У А.Нексис последний слив по ходу перед тем, как они соберутся наконец-то на 4 очка. И восстанут из мертвых. Вообще весь мид в дыму, интересно, сыграла защита. Просто задымили и не дали вывалиться. Не дают играть с инициативой просто как бы сейчас французам. Вот никак А.Нексис. Бреют, бреют, бреют на корню. Но это, по-моему... Вот датчане МТВ так же любили делать постоянно, да? Ставь тупики ставить на халде оппонента. Да, МЛС посмотрим, наверное, уже на Б. Вот за ним посмотрим. Там уже выход сейчас вот-вот начнется. А, тут даже Нил раньше. Нил забрал 15 аркаду. И все, там еще Молотов готовится на кафель. Флэш пошла. Ой, там все, МСЛ развлекся просто, по-моему. Там поджарил. Слушай, я думаю, Хуч в CSGO будет играть лучше всех. Хуч, да. Я думаю, Хучу понравится играть в CSGO. Я думаю, его надо было на ESVC отправлять. Надо было не забивать. Но он не будет играть в CSGO, к сожалению. А жаль, жаль. А он бы там пожарил. Я вот ей-богу думаю. Митя, зажигай. Митя, зажигай. И там дуга. Хуч. И все сгорели. Бутылка Молотова. Да, да, да. Нормально. Не, на самом деле, ребят, мы тоже думали, что Молотов лишний, что это вообще бред-бредом. Все говорили, что надо забанить. А вот сейчас начинают все играть и понимают... Да не, вроде будет Хуч играть в CSGO. Черт возьми, нормальная фишка. Вроде будет. Но если будет, то будет замечательно. Будет замечательно. Не, нельзя таким игрокам просто так брать и забивать. Да, другая игра, но такие парни должны быть... Как бы, ну, это сильнейшие игроки России, да, там... Можно поперечислять. Могут забить. Это будет печалька. А тут вот есть масса ворваться. Так, давайте, смотрите, пошли ключевые раунды. Еще 12-9. В ReGames нужно что-то делать. Надо спасать поляков и дарить нам полуфинал не поляки сегодня. И себя спасать. Боляем за французский коллектив! Да, давайте, ReGames, уже боли. Ребята, я уже 50 грамм лапок съел за вас. Давайте, вот, берите этот раунд. Так, тут 3 плюс 2. Вот я не понимаю, это будет ли сплит, либо там просто пока двое так нагло пыгуют. Они сейчас будут занимать мид. Тут уже пошла флешка. Не, ну я пока вижу, что смотри, смит контролит уже под 90, он уже на B практически. NBK. NBK вышел это 15. Хае дал, все прочекал. Пусто, 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 все дал инфу. Тут все в дымах. Два под B ждут стяжки. NBK пытается создать напряжение. Проходит, да, арки минусуют. Его Ниле идет размен. И 15, перекрестный огонь не смогли создать игроки защиты. В итоге пятнашку пробили. Все, сплит B, сплит B уже зажимается сейчас точка B. Да, 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 но тут проходит Каджун. Спину первого стрижет. Знает, что еще один на респе стоит спиной. Библи открывается. Еще минус от Каджун. Бау, и 15 отбивается. Пусть на центре отказ. Пруга хэда. Они сливают специально, чтобы поляки не вышли. Я тебе говорю. Сливают поляков, что ли? Да, они сливают поляков специально. Эти два сорсеры. Сорсеры договорились между собой. Да, сорсеры договорились. Это заговор. Ей-богу. Ну как? Ну ты видел, что они сделали? Они просто пошли и подохли. Да, даже не стреляли. Даже не стреляли. Даже не посмотрели спину. За Аркадий Лересп. Там сзади убивает. Типа, есть инфа по нему. А чувак просто там берет, убегает, прячется в БТР. Только потом открывается уже против двух. Ну, когда можно было убрать этот пушк. Просто этот поджим в спину СА. Беда. Так, атака, по-моему, Аркада на мидл пошла сейчас. Причем очень быстро. Да, очень быстро мидл пошли. Посмотри, сейчас РПК и НБК, по-моему, заходят. Ну да, тут уже если гора не пошла к Магомеду, то Магомед к горе, да, идет. Вот решили сыграть быстро. Да, да, минус пески сразу же туда на тебе за... Экзистенс вообще-то коварно с P250 зашел на минус 2. Но вот размены от датчан тоже хорошие и качественные получились. Ну и вот те два игрока, которые на АБ сейчас, это Нилл Левт и МСЛ, они идут сюда и будут как-то... Не, Нилли тут уже 20 пожарил. Все, тем более у него есть кольт. И... Ой-ой-ой-ой-ой, НБК, что ж ты делаешь? Не за вес, застрял. Как там произошло? Плэнстрефится, сейчас будет просто отдача 2 в 2. Флэшка 20 пошла. Здесь пески белые, пески белые. Врыв пошел. МСЛ сейчас смотри, может открыть по точке. Ждет. Все, кинем. Они тоже успели дать флэш. Они все с тупиков играют. Проходит МСЛ пески, а чувак в плэнте, о боже мой, открывается и МСЛ ставит по последнему оставшемуся... Жестко вообще играют Анексис. Просто пришли два пацана с B и потушили все. Это нереально. Причем ты видел флэшки, ослепили они все. Пески 7 в плэнт успели запулить, по-моему, флэшку. Ну вообще жестко как-то сыграли. Виртузпро, почему вы не на ESVC? А Нави, почему вы не здесь? Да. Тут надо... С Нави это отдельная история. Виртузпро могли бы быть здесь. Вообще по жести разыграли. Анексис? Красиво, красиво. Самый-то бонус в том, что, друзья, будут демки с этого чемпионата, а они на HLTVR, и, конечно же, их можно будет... Не, знаете, вот многие говорят, что им пока рано, Виртузпро здесь. Я думаю, что бы они здесь бы топ-4 точно заняли. Ну да, 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 они бы попали, я думаю. Тут такие вот типы типа а-ля Когу и бразильцы смешные на чемпионате, там, американцы, которые вообще... Хуч играет уже в команде, походу. Вот такие вот новости. Кого сбрили? Не, я думаю, что Хуч будет играть с Эдиком и еще одним кандидатом. Так, пошла. Кстати, тут сплит на выход, уже один Кенни, пока мы тут про Хуча с тобой разговаривали. Ставит он бомбу Кеннис и один в три. Ну, это 15-й раунд для Анексис. Не, 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 это фантастика сейчас будет. Вот хэдшот пошел. Ай, ну на релайт! Господи, не гожешь так, а? Патроны закончились. Вот патроны закончились, это будет главной проблемой в TSGO, наверное, для всех. Вроде можешь, да, знаешь, морально чувствуешь, что готов тащить, да, чувствуешь подъем. И тут тебе первый заходит, ставишь каску, поворачиваешься на второго. Прицел на голове, и пуля вылетает мимо, но она последняя. Вот это вот неловкое чувство, когда ты не берешь раунд. ТАСС сегодня в последнем раунде мог сделать там супер-эйс, там минус пять, вот так вот там тынь, 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 тынь на пленте. Но он решил просто упасть. Нет, ситуация один на один, нет, не убил просто. Мог спасти раунд, но в конце не потащил. Ну что ж, матч-поинты для Варри Геймс, да, действительно, давайте посмотрим на то, что делают сейчас французы. Уже есть ковры, там, кстати, очень агрессивно из дома играет Диффенс. О, это надо смотреть. АВП на коврах, поджим! Ай-яй-яй, Каджун в поджиме, но вот это уже такой... Тут еще в ассисте видишь, что у него был... Там еще и Касперионыш был в мидле тоже. Там еще ассист плюс пришел, так что они хорошо сыграли. Касп ругах, просто Касп, по-моему, называть. Тут даже вот по факту не важно, сколько там у тебя фрагов, тут вот вся тема в том, как по ассистам ты выходишь. Вот на обычном парнею, у которых много ассистов, это... Говорят, это не Айнексис, они поиграют, а АВП на коврах АХХ. В смысле, а когда-то Маркелов или Фокс поджимали ковры в 1-6, это не было АХХ, да? Это не было АХХ, это было круто, это же Маркелов. Как бы, ну, это вот так. Все-таки, насколько я люблю Линави, но все-таки ж не одним Маркеловом живем. До него тут были свои пацаны. Смотри, смотри, пошел прокидик, интересно. Вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, дымочек. Суды молодости. 2-2, 2 дыма, 2 дыма пролетает на 15, первый упал, второй тоже, библу изолировали, проходят сейчас ребята, выход это сигарета, открытие на планете, планете два игрока, защита и РПК, зажимом выходит. Ну вот надо убирать пески, хорошая каска, смитс-минус, нили. Черт возьми, не того показывал все это время, смотрел за парнем, который шел последним, думал, когда сейчас ноги упадут, он мувик покажет. Нет, просто с первых все убирается, матчпоинт отыгрывается. Это код 1.7, кто-то пишет. Да, это CSGO не отвечает, друзья. CSGO не отвечает? Да, вот я сегодня пришел делать стрим, вещать, браткастить, а тут CSGO не отвечает. Да, рискнем с меня звук проверить со следующего матча, этот в любом случае досмотрим. Ну, чтобы ты показывал и из тебя шел звук, все-таки ты шо, поопытнее в CSGO, по-попытнее. По-попытнее. Как ты вчера зумился на карте, расскажи. Короче, тема в том, что это типа функция какая-то, да, я только не знаю, что ее включает, но обычно после чела, у которого есть ВП, ты можешь зумиться, когда ты на него пи... Вот, это ВП и... Во. Да, там ломик из Half-Life у пацанов за спиной. Вот, ты зумишься. То есть, я могу широкие планы сейчас давать. Как бы, покажи, как красиво. Ну, сейчас. Вот, я вижу, ты тут летаешь. Прикольная камера там. Да, сейчас побегут, смотри, побегут ребята. Такие, оп, из черного. Ну, я знаю, ну, подскажу, кто не знает, как там в GoTV. Кнопка X выключается в AllHack, этот встроенный. Как он называется правильно на GoTV? X-Ray. 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 Хорошее название для чита. Да. Музыкальное такое прям, бодрящее. И снова играют агрессивно. Сейчас, по-моему, снова АВП на подшиме. Вот, сейчас, сейчас решили, сейчас решили прострелить сразу второй миды в ВГ. То есть, они сразу набрили люльку всю. Застреляли дверь. Как бы, ну, тут еще можно отсюда стрелять, но рисково. Дистанц уже на балконе. Пострелялся, я обратно ушел. Вытягиваю на себя гранаты. Где ВП? Не могу понять, где ВП. Еще ВП. ВВП вообще нет в стане у дефа, походу. Да, кстати, нету ее. Что-то я вот... Там Каспрук ждет сейчас Молотовым. Все, степ мидл пошел, пошел. Здесь один Кажубан и в доме кто-то из защиты. Все. Нет, Каджун сейчас закроет. Каджун закроет. Здесь слишком много дыма, как бы. О, и Белого словил. Отлично ковры принимает. Нет, НБК. НБК вышел просто под тайминг. 15 не успевает прийти на позицию. И в итоге... Мидит тоже разменяли. Деф падает, остается МСЛ. Ну вот в том раунде он отсиделся. В этом, наверное, то же самое будет делать, как бы. Ну, видели мы, что у этого парня не такие роскошные железные стальные шары, чтобы пойти тащить один в четыре. Но засейвить девайс это не так уж и глупо, так что... Пускай... Пускай сейвится. Мы в это время можем, наверное, зайти в чат. Я подпочитаю, что вы написали. А тексты на английском же, да, инфа? У меня просто Steam же на русском языке, а тут у меня там место закладки А. Какие тут еще позиции есть? Почему они меняются? Это уже не место закладки А, ну вернись. Место закладки А. Да, место закладки, это какое-то, знаешь, хорошее на зоне для туалета. Место, место... Место закладки. Почему бы и нет? Ну, странно. Галатири видите, еще глючит. Вот, место закладки Б только что было. Ну, видимо, еще... Ничего не доработано до конца, но я думаю, доработается очень быстро. Ну, бывает, бывает всякое. Ладно, что, давай смотреть. 15-11, ВГ могут сейчас потащить до счета 15-15. Не, видимо, вот, судя по серьезности действий и по проработке, то, что они сразу вот фаст-выводы сделали, что давайте ковры все-таки будем ходить, но будем простреливать. Возьмем ОВП, устроим карнавал парням. Радует такая перспектива, но... Собрались, но, по-моему, идет наглый слив реально поляков из СВЦ. Не, ну, знаешь, ну, пока вроде бы типа тащат ребят из Веригеймс, либо они просто договорились там сыграть клоуз гейм, как говорится, 16-14. Не, ну, клоуз гейм это будет вообще смешно. Ну, им нужно играть клоуз гейм, потому что, ну, нельзя разницу там, нельзя, чтобы Дабмонексис просто в мясо. Да, нельзя, чтобы поляки не попали в полуфинал чемпионата мира. Да, просто так вот нельзя и слить поляков, и взять слить поляков. Просто я не представляю, как можно быть, взять как-как, за что они их сливают. Все, сейчас пойдет флэш от Кенни и выход на Аплент. Вон, НБК тут дожидается. Ковры тоже будут пробрасывать. Это что ж такое? Флэш на 5, дом, 1 ковры, 2 мидл, и Смитц в это время разводят под Б. Но все равно 4-м играют Анексис на Апленте. Они сейчас, по-моему, читают раунд, еще и Кенни с АВП. Поэтому это фейк, они дали раскидку. Да, НБК один раскидывает сейчас ковры. Молотовым причем. И стяжка на Б, какой, ой-ой-ой. А там движуха, а там 1 МСЛ, стоит за Б3, и будет адский проход. Вот это развели все равно, молодцы. Качнули, 15 открылось еще, еще открылось 15. МСЛ дал Молотов все основы. НБК еще и убил Пимса на 15, и дальше пушит Питнарик, чекает линию. На линии чистой, чекает малые, в малых никого. Проходит спокойный нарез, пловит флэш, все, Б-плен занят. Это вот что мешало парням до этого так же атаковать. Вот серьезно. Совершенно другая игра, совершенно другие Верри Геймс. В этих последних раундах отыграют второй матч-поинт, и они увидят точно тут Каспериона Шениле не потащат. Они вообще, по идее, должны сейчас сейвиться. Да, 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 тут нужен сейв парням. Ну, это 15-12. А там по деньгам уже, по факту, как бы бревно наступает у дефа. То есть сколько они? Два подряд. Да, два подряд проигрывают. У них сейчас будет последний бай, если он вообще будет. Либо они два девайса разыграют в аркаде. Как бы, не, ну, может быть, что-то будет там интересное, прикольное. Так, тут ребята пишут самая титулованная команда в 1.6. Это о ком? Это поляки. Поляки, поляки. Самая титулованная команда в 1.6. У них там титулов столько, что... Шестикратные чемпионы мира, двукратные чемпионы Европы. Пробуют себя в новой игре. И победители большого количества международных турниров. Ребята из команды ESC. А мне кажется, или у тебя немножко в игре картинка направо повернута? Вот, я тебе тоже говорю. Почему она у тебя повернута направо? Вот сейчас, допустим, да, нормально. А, ну, это, наверное, после мертвого парня. А вот до этого пацана, допустим, не... А, он у меня ровный. Ему шею свернули просто. У меня, знаешь, не восстановилось на респе. Да, поменяю шею назад. Ладно, там пуш-центр пошел, и не ли сейчас Айвика будет что-то. Так, первый будет кто у нас? Первый никого там безопасную яму разыгрывают парни. Смитс минус, Смитс минус 2, лол. Ой-ой-ой, как? Откуда? Я просто смотрел с лица АВП, неужели у него за спиной там 2 девайса стояло и пытался что-то сделать. Минус от Нил, кстати. За один Нил остается в пленте. Да заберите вы его. Ой, вот ему плохо, кстати. Он дает молотов себе. Нет, это не молотов. Ага, не попадает в стенку, его покоцали, будет выходить дальше, наказали. Хэтшотом при фаер накинули просто, очень просто. Сейчас на втором медля заруба. Кожубан раздает. Кожунб. Кожунб, да. Кожунб. Ну, 2 в 3 мы будем пробовать, наверное, брать все-таки. Хотя нет, не будут. Уже деньги закончились у Анексиса. Они теперь думают, да ну нафиг. Ну да, 2 девайса. Нет, на Анексис, они сейчас не... сейчас был бай, да? Сейчас, если был бай, то потом, значит, тэка и... Ну, подходят они под 15-15. Что там, 2 раунда, как бы. Могут сыграть. Ну, не знаю, 15-15 поляков это нормально будет? Да. Ну вот 15-15 хорошо. А поляки обыграли Анексис. А, поляков будет одно поражение, а у Анексис будет поражение ничья. То есть, ну... Ой, да, поражение ничья. Да-да-да, поэтому в ВГ надо постараться. Да, поэтому 15-15 ЕСЦ устраивает полностью. Не знаю, там сейчас, наверное, за спиной остается польская пятерка. И, как всегда... И болеют, болеют за ВГ. Курваматка вот этих лучших традициях в польской. Давай, давай, ребятки, там, знаешь, я тебе с меня шампанское. Таз рвет глотку, там. Нормально, нормально вообще. 2 раунда, и французы обрадуют ЕСЦ. Кстати, я не знаю, как параллельно ЕСЦ сейчас сыграли. Да и вообще, доиграли ли они свою последнюю игру? Да, наверное, доиграли уже, я думаю. Но если не доиграли, мы ее посмотрим. Ну, она идет параллельно, вот в данный момент она идет, по идее, ЕСЦ не факулти. И, ну, пока у меня этого, ну, результата просто нет. Все, возвращаемся на карту. Раунд будет на Аплэн 3 плюс 2. В принципе, пока что... Ну, тут действительно тяжело играть в одного человека на Бплэнке. Можно, конечно. Я думаю, будут это делать со временем. Но не сейчас. Вот точно скажу, вот сейчас тяжеловато пока, что ребятам там с одного ОП сыграть. То есть, ну, там все тут легко занимаются точки. Можно легко выйти за атаку и сыграть успешный раунд. Ну что, двое под домом. 0 смитц. У меня опять завис КС. РПК уже в доме. НБК идет по коврам. Они, по-моему, сейчас откроют 20. Все, пошли, да. Дым ковры. Да, открытие 20. Ковры сразу изолируют. И оп, пятнашечка, Каджум ставит по РПК. Все, здесь косяк, здесь косяк. Вот, надо убивать! Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Пимс на морозе сорвался просто с Библы. Попытался что-то сделать. Нет, тюрьму займут, тюрьму займут. Все, занял тюрьму. Нормально, нормально. Вот это ключевой раунд для команды. Смотрим, 7 уже выходит. И 5, 7 и 5. Здесь пойдут тащить. Здесь должны идти тащить просто. На, тащите. Один. Здесь есть Молотов, была флешка как бы. Да, тут жив. Жив. Сейчас с Больших Песков будет основной, в принципе, момент. Да, это Ниль со сломанной шеей, Надя по головам. Хорош. С тюрьмы? Да, с тюрьмы. Со ступенек. Конечно, тюрьма новой позиции на Инферно серьезная. Сорсина была вроде бы, да? Да, она проработанная, старая, на самом деле, тема. То есть тут вообще предлагали на Инферно просто убрать у нее этот забор. Там именно в заборе косяк. То есть я считаю, что через этот забор вообще ничего не видно и выходить там с ковров очень-очень сложно. Ну, неправильно это отчасти. Так, ну что у нас тут? Развлекуха развлекалова. Один засейвился и 15-14, друзья. Один девайс. Один девайс у Анексис. Последний раунд в любом случае. И смогут ли Веригейм сейчас обеспечить полякам выход в полуфинал? Мы узнаем. Мы узнаем. Полякам там будет не совсем гоже. Ну что, последний. Фамас и, по-моему, четыре кальта, да, сейчас у Анексис? То есть есть девайсы. Всего три гранаты на команду. Две флешки, одна хаешка. А, нет, что три. Там по три. Там полный закуп вообще гранат. Ну, фуллбай есть еще АВП. Вот то, что есть АВП, это плюс для Анексис. А, ну еще и АВП даже есть. Ты что? Ну, ковры АВП? Ну, вот с НБК можно только с АВП. Этот парень все равно выходит, ставит, ставит через дым, через все еще. Давай посмотрим фуллкарту, что там планирует ВГ. Ну, игра через второй мидл. Опять же, подсадка в люль. Не то, что подсадка, парапрычка в люль. Будут опять выходить 20. Ребра в любом случае надо заменять. Вот, вот блант сейчас уже, смотри. Оп. Ой-ой-ой, минус 50 кп. У Каджумба отлично сыграли против него. Кто вот сыграл? Смит? Нет, это НБК было, скорее всего. НБК сыграл. Да, они с РПК вдвоем. РПК пропрыгивал, да. Вот, Натан проходит, мы видим, да, на песке большие. По-моему, РПК, ну да, пропрыгивал в дом, но и не выходил на ковры, не мешал. Там, наверное, тот, кто с люльки открылся. Слушай, ну, Анасис, железные яйца по-прежнему 3 плюс 2 стоят. Неужели вот этот парень их настолько здесь вот напряг на банане, что они еще с... Нет-нет-нет, он не разводит, он ждет контакта, он ждет аркад, он будет заходить, но его задача убить по тихому. Видишь, все, играют по Смитсу, все ждут на позициях, ждут, вот что получится здесь у парня или нет. Стоят, стоят. Парень не убивает. Флэшки пошли на 15, разменные не влетают. Вот раны, раны, Кенни со Смитом готовят. Сейчас пошла флэшки. Смитс уже ушел. Молотом большие пески, ну, НБК жарит просто все. Нормально, чтобы там не сидели. Чтобы там не сидели. Дэмоны и открылся на большие, увидел на больших оппонентов. Есть минус, уверенно, плюс один, второго надо забирать, жмет. Ой-ой-ой-ой, Адексис минус два. Еле-еле, еле-еле забрал Каджунба, остается Нил и МСЛ, им надо тащить 3 в 2. МСЛ, врыв, 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 врыв сигарета, уже прошел. Сам пошел. Проход на большие. Будет влетать в плент. С тюрьмы никого, видит флэшка сплэшка. Вторая. Криво, немножко за спину залетает. Все, минус. Такие по инфе теперь играют, и один в три его здесь просто пилят. 15-15, друзья. Вэри Геймс. Вот это да, Вэри Геймс вытягивает ничью в этом матче. Сумасшедшее провальное начало, плохо шила игра, но в последних раундах команда показала, что атака рулит на Инферно, причем и одна, и вторая команда сыграла отличную атаку. Вот видишь? Все будет меняться, по-моему, каждые две недели вот в Counter-Strike GO и... Да, да, отлично сыграли. Поляков мы увидим в полуфинале, это радует. ESC 87 сейчас пока что дерутся с нефакулти, я думаю, что... Пошли туда, давайте, давайте, даже не заканчивать запись, а пойдем к ESC, то есть на этом группе закончится, у нас где-то будет перерыв часа, да, если я не ошибаюсь? А, нет, еще один тур у кого-то будет, или нет? Не знаю, не знаю, сейчас мы посмотрим, посмотрим, узнаем об этом. Да, ребят, одну секунду, я сейчас быстренько проверяю, все ли тут... Вэри Геймс еще должны сыграть с FM Toxic, а Nexus еще должны сыграть с нефакулти. Нет, у нас не будет перерыва. Да, Вэри Геймс из FM Toxic. Будет еще одна игра, последняя уже в группах, последний тур, ESC этот тур пропускают, так как они уже все свои матчи отыграли, ну, практически, кроме последнего. Слушай, давай все-таки, наверное, к немцам пойдем, может быть... Давай, давай. Немцы захотят выиграть свой первый матч, 50-й ИП. Нет, если там Нюк, немцы... А, нет, там Инферно. Слушай, я уже в Нюке не уверен, Инферно точно лучше играют поляки. Ну... Морозы на морозе. Вот точно лучше. Давайте посмотрим. Последний матч поляков. У них две победы проигрыша в Эри Геймс с асчетом 16-2. 16-2 на Нюке. Я говорил, что это сильнейшая карта поляков в CSGO, но, знаешь... То есть, я посмотрел бы, что они делают. Слушал уже тебя внимательно и смотрел там видео, что действительно улицу в основном ломают сейчас на Нюке. Ну, да, да. Они это пытались сделать только в последних двух раундах. Что, здесь 15-10. Дорогие друзья, как бы не факультив ведут у ESC. Ооо, вот это... Ну, это значит, закопай себя сам называется. Да, да, да. Это не выиграть. Ну, можно в ничью сыграть. Это называется закупай себя сам. И еще есть расклад, что не факультив, может быть, начеркивают Инферно с Анексис и, может быть, еще обыграют Анексис. То есть, еще, может быть, будут шансы у поляков. Да, 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 так что... Слушай, ну, видимо, после Веригеймс что-то не так пошло. Обыграли Анексис. Не, не факультив Анексис не обыграть. Обыграли британцев. По раскладам казалось, что и ESC не обыграть Анексис, знаешь. Происходят страшные вещи. Прием на B, выход от поляков на B, идут сюда в точку. Есть минус от Паши, дает минус. Минус под 90 градусов. Вот, кстати, по никам хотел спросить, кто лорд, кто кубин. Кто здесь... Кто? Кто вот заловый Дэнс, а кто МММ? Так. Кто из них кубин, а кто из них лорд? Я думал, ты шпилишь, там, подскажешь мне. Так, ну что ж, они, Никита, меняют постоянно. Ну, я думаю, заловый Дэнс, это, скорее всего, кубин. М. А ММММ, это лорд. Просто. Ну, зашли. Матчпоинт от игр, он тоже команды ESC. Вообще, что происходит? Голденфайв сейчас может... Ну, да, ну, да, но надо в друзья добавить, вот почему-то у меня есть аватарка, да, надо бы подобавлять парней. Ну, я что-то говорю, что... Эх. Террист вин, гайз. Ну, что ж, и счет 0-0. Я не знаю, аватарка у НЛ. Нас один, а есть, да. Есть, да, конечно. Что это, что там какая-то, не знаю, надо посмотреть, что у него там. Вообще, типа, непонятно, я тебе твой экран покажу. Сейчас мы найдем аватарку и посмотрим, что это. Да не, просто покажи, как в игре отображается. Да точно так же, как и в КС 1.6. То есть там просто разрешение больше тысячи, и у вас и в 1.6 на самом деле, ваши друзьяши отображаются. Да, Neo Spielitz в Global Offensive. Да ладно, на чемпионате мира. Не, все еще Spielitz, значит нормально. Друзья, 15-11. Есть шансы. Не то, что есть. Давайте посмотрим и понадеемся, что поляки все-таки сыграют 15-15. Нам нужны поляки в полуфинале. Это хоть что-то знакомое, хоть что-то, во что верить хочется. Что будет у нас дубль-2 со счета 15-10 камбэков. Ну давай, давай. Вторая команда подряд. Я бы не отказался от такого расклада. Это было бы очень приятно именно сегодня, именно сейчас. Ну да, ЕС очень нужна ничья. Потому что если у них будет одинаковое количество очков с Анексис, у них будет просто личная встреча победы, и в принципе они могут говорить «Давай, до свидания» Анексисам. Им просто надо сейчас как-то сыграть ничью. Я не знаю, как это сделать, но нужно тащить. Не-не, их ничья... Анексис, походу... Ой, Анексис. Поляки, ЕС, походу, задумали здесь фейковать. Здесь устроят их ничья. Сейчас они Пашу, сейчас они Пашу отправят... Ой-ой-ой, 15, пошли! Там в ничке сидит чувак, увидит... Нет, видит его, но он тут просто зажимает, падает таз, МММ, и все, Нео дал размен, но царская корона тяжела, и его сразу забирает. Все, один Паша, один, четыре. Паша, давай, тащи, родной, Паша. Паш, соберись, давай, покажи им. Ну, вот он плэд. Брось в них штангой. А, там слева, он не проверит ничку. За спиной игрок. А-а-а, и умирать из такой нички. Г-г, пишут поляки, и это 16-1. А вот теперь серьезные проблемы. Две победы, два поражения у команды ESC. Гейминг на чемпионате, всего 6 очков. По-моему, поляки слили сами себя просто. Ну, ребят, мы, в общем, давайте, мы не будем сейчас долго что-то говорить. Мы просто ворвемся сейчас быстренько, проверим все таблицы, запустим все результаты. После этого будем вам говорить, что же у нас на чемпионате, есть ли еще какие-то шансы у ESC. Возможно, есть, если не факулки обыграют, а Нексис, и там будет спор между тремя командами, у которых будет по 6 очков за счет разницы раундов. У ESC серьезное поражение. От команды VeryGames. Но, может быть, по правилам в этом случае не будут считать разницу раундов и очки против VeryGames. Я не знаю, как его регламент сейчас на ESC. Правила нигде официально нет вывешенных. Именно полностью, чтобы до конца знать всю суть группы. Сейчас будем читать интернет, смотреть результаты. Пока что привет типичному Counter-Strike ВКонтакте. Вот так. Они нам помогают сегодня с трансляцией. Добрые парни. Вот такие дела. Ну, давай, давай. Висит там наш стрим. Давай покажем их. Вот он, эпичный Counter-Strike. Есть такая группа. Также подключайтесь к KSSLTV группе. Мы ее только недавно зарегистрировали. Покажи KSSLTV. Да, KSSLTV. Вот она. Но тут все пофиксится скоро. Здесь висят анонсы. Здесь постоянно новости постятся. Новости, видео. Все посвященное KSGO. KS1.6 вообще. Вообще к Counter-Strike в целом. Всем версиям, сериям и все такое. И вся инфа по StarLadder также в будущем. Тот же будет, ребята. Да, да, да. Она появится, скорее всего, даже может быть сегодня вечером. Ну, а пока давайте уйдем на короткую паузу. Я все-таки... Какую игру? Давай мы выбираем с тобой. Давай я выберу игру, которую я бы очень сильно хотел посмотреть. Ну, тут две их. VeryGamesToxic или AnnexysInFaculty. Ну, я думаю, нам надо AnnexysInFaculty смотреть. Я тоже думаю. Потому что там самый-самый расклад будет. Самый важный расклад. Друзья, пока что всех попрошу присоединиться к нашему чату в Стиме, потому что параллельно мы его будем читать. И если вы разбираетесь в KSGO, пишите что-то туда. Эпичный Counter-Strike вот написали, да. Эпичный Counter-Strike. Через полчаса по расписанию игра мы сейчас... Почему ТАФ и картинка насыщеннее? Давайте разберемся с этим вопросом прямо сейчас. Я прямо сейчас готов сделать картинку, какую вы хотите. Я такой просто насыщенный. Да, ТАФ, а ты насыщенный. Да. Ну, по расписанию 15.30 по Киеву, то есть 17.30 по Москве. Это следующая игра. Ребята, честно, пока трудно сказать. Возможно, она пойдет раньше. Вчера такое было. Поэтому далеко тоже не убегайте. На всякий случай, там, в стриме выключайте. Звук оставьте. И как только мы тут начнем орать, то мы перейдем уже к этому матчу. Ну, и желаем какого-то, не знаю, фарта. Команде здесь гейминг. Вот, может быть, они еще смогут как-то выйти. Но пока что, я не знаю, фанатам 1.6 остается болеть пока что, наверное, только за НИПов на этом чемпионате. Ну да, там... Сорсеры будут болеть за Вери Геймс и Анексис. Я так же... Не, ну НИП ВГ не хочется на самом... Нет, на самом деле хочется посмотреть это, чтобы было...